Аккура МДХ В относительно недавнем 1986 году в североамериканском отделении концерна Хонда похоже за весь фотошоп. Иначе как объяснить то, что классический логотип компании Хонда то ли растянули, то ли исказили? В конечном итоге получилась стилизованная буква А, то есть новый бренд Аккура. И надо сказать, что с таким нетривиальным подходом там делают все. Не будем кривить душой, наш сегодняшний гость Аккура МДХ сходит с конвейера уже вполне самодостаточным автомобилем. Совершенно нет ощущения, что это клон чего-то уже однажды увиденного. Его внешний вид вызывает в море восторга. И как сказали бы итальянцы, это просто белиссимо. Маневренность, легкость, управление, отличные ходовые качества. Все это неотъемлемая часть новой Акуры. Что тут можно говорить? Максимальный комфорт в сочетании с неуемной мощью. Так что же привело владельца такого сокровища в тюнинг-центр? Стремление к совершенству или желание быть на 100% неповторимым? Возможно, и то, и другое. Кардинально перекраивать внешность автомобиля не стали по нескольким причинам. Все смотрелось достаточно интересно и без особого хирургического вмешательства. Однако защиту заднего, а также переднего бампера приняли на ура. Обе защиты, выполненные в виде алюминиевой накладки, гармонично вписались в нижние части бамперов, не создавая ощущения нагроможденности. Скромно, но со вкусом. Пороги выбрали в виде ступеньки с красивыми алюминиевыми вставками. Расширители колесных арок великолепно сочетаются с общим динамичным дизайном и, как всегда, несут свою практическую функцию. Защита от пыли и грязи, летящий из-под колес. Да еще каких колес! Эти стильные пятилучевые диски тоже приехали из Америки и достаточно редкие в нашей стране. По своему цветовому решению диски не выбиваются из общего стиля и не смахивают на грубые рэперские ботинки. Если присмотреться к этой Акуре, можно найти всевозможные мелкие детальки, которые выдают настоящего тюнингиста. Например, на нипелях металлические колпачки от Акура, окрашенные в цвет кузова, между прочим. А вот еще! Посмотрите на номерной знак. Какой непривычный для нас размер! Задние фонари здесь тоже уже нестандартно красные, а красно-белые. Вроде бы мелочь, но тем не менее, это уже эксклюзив. Для многих рейлинги – это дань моде, но некоторые все же используют их по назначению, активно цепляя доски для серфинга, велосипеды и тому подобную утварь для активного отдыха. Есть здесь еще одна интересная доработка. Кузов автомобиля забронировали специальной пленкой. Теперь можно не бояться недоброжелателей, которые любят случайно пройтись по кузову гвоздиками, змейками и другими подобными орудиями. Открываем дверь в салон. Особого внимания здесь заслуживает, безусловно, покраска интерьера. Вставки под дерево присутствуют буквально везде. Торпеда, центральная консоль, окантовка ручек. Такой шедевр создавал художник тюнинг-центра «Спайдер», который сначала внимательно изучил салон «Акуры», а затем вместе с владельцем автомобиля подобрал цветовую гамму и фактуру. Работа была очень сложной и скрупулезной, так как хотели добиться идеальной поверхности и равномерной покраски. Над музыкой тоже тщательно поработали. Динамики «Фокал» инсталлировали в штатные места. Кроме того, в багажнике прописались усилитель и сабвуфер. Багажник сохранили в максимальном объеме, спрятав все компоненты в нише и под обшивку салона. Необходимость ТВ-тюнера многие жители Украины, в том числе и Одессы, могут оспаривать. Однако владелец автомобиля любит путешествовать далеко за пределы нашей страны. Именно поэтому при длительных переездах телевидение может служить дополнительным источником информации и развлечения пассажиров Acura MDX. Камеру заднего вида североамериканская компания предлагает уже как стандартную опцию, забирая хлеб у тюнинг-ателье. А вот установка парктроников и противоугонной системы «Констракт» все-таки досталась Спайдеру. Вот, пожалуй, и все. На этом, конечно же, доработки не остановятся, ведь на очереди ищут целый список. Например, замена щитка приборов с американской версии на европейскую, доработка тормозной системы и многое другое. Правда, с уверенностью можно сказать, что многие мечтают обладать таким автомобилем и без доработок. А если из него сделана еще и премиум-версия, то это настоящая американская мечта.